МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мобильная группа Гомельского облвыконкама протягивает свою работу. Основная увага сейчас надается мониторингу полевых работ, стану техники и створению належных социально-бытовых умов для працевников. В сегодняшнем рейде удел принял Олег Сентюров. Республиканское унитарное предприемство «Беларусь» на автоособенно. Сельско-господарший участок номер один увез ЦУЗА. На годиннику 655 ранницы. Усе занятые на жневе знаходятся на мягк дворы. Необходно пройти обовязковый передрейсовый медицинский огляд. На этот раз завах у медика внимания не до кого. Члены областной мобильной группы подтверждают, Ситуация дисциплины у сельско-господарших предприемств в Гомельской области. Все это далеко не самое горшее. Хоть особо негативные заявления все же таки означаются. Там, где нет прибора, прибор не поверен, нет приказа, кто этим занимается, там такие случаи имеют место быть. Они придумывают разные легенды. Они придумывают, что был день рождения, свадьбы, крестин и так далее. То есть они придумывают все, что угодно, не то, что надо. То есть на работу человек должен быть трезв и здоров. В начале работы в этот день крыхустремливая мощный дождь. Меж тем комбайны покидаются территорию мехдвора. Чекать больше с проявленных умов техника будет непосредственно на палетках. Для этого дозволить сэкономить час. У Вугли зараз у Беларуси на авто особенно 15 комбайнов и все в праздновном стане. Необходная профилактика проводится в основном ночью. Для этого створена специальная работная бригада. У светлый час суток техника повинно находится на палетках. У Раджай всего лета чекается не меньше за летошнее, и его необходимо собрать без страт. По сравнению с прошлым годом у нас урожайность идет на уровне. Мы выйдем на тот вал, который был в прошлом году. Это порядка 17 тысяч только зерновых культур. Сегодня урожайность приближается к 36 центнерам. И в Речицком районе дождьева приступили к крыху поздней. Зраниться тут так само прошел мостный дождь. Трагеды из вымышленной затремки вестковцы не робить. Час, как собрать урожай, еще есть. Сгодность информации об Селесхарчу, зараз сборживая, убранная на 40% площадь, 50% между перешли Брагинский, Гомецкий, Добрский, Речицкий и Ходинский районы. Будет переходить сегодня быстрая уборка должна и быстрый будет посев. Поэтому сегодня сроки и борьба за зерно, она должна быть оптимальна. Вот с такой точки зрения, но будет и дальше просматриваться работа. Нас интересует сегодня и безопасность комбайнеров непосредственно. Это состояние машин на пожароопасность. Это минимум аварийности, минимум травматизма. Для того, чтобы зерно с зерном, а человек есть человек, его тоже нужно беречь, убирая урожай. Створение умов для працы, залог зачагнутых поспехов. В Речицком районе ушановали одразу два молодежные экипажи тысячников, одних спеших в Беларуси, у якости подарунков, полососы, посуд, сексильные выробы, ученые, обходные ухатные господавцы. Для вестковцев жниво, у Вогулича, скале можно значно подлепшить финансовый стан. В этом же Речицком районе можно зарабить до 3000 рублей за уборочный цикл. После збоживых техника пошла убирать кукурузу. Дожды, которые стремлются темпы работы, становчивым чином отбились на урожайности этой культуры. Ни глядя, ни за счет сприяльной надворы, жниво мечтым протягивается. Все больше значительно, сколько палетков набывается, таки выглядит. Збожив уже на осковищах, а тут только рулоны с соломой. Али их худко перевязуть. Олег Сентеров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». До речи у Будокашалевским районе напередодни вызначилися первые тысячники. Высокие отзнаки «Амаля Дначасова» досягнули одразу три экипажи комбайнеров. По традиции ушановывают передовиков жнива у поля. За подарунками и веншаваньями працевники ехали у рабочей техницы по шляху, пополняющие баки комбайнов новыми килограммами сбожа. Сярод лепших сельско-господарших унитарного предприемства «Беларусь нафта» особенно Дмитрий Чабурахин и Виктор Алексейков. Напарники Виктора Мартелев и Андрей Балдуев, а так само тандем Александра Панкова и Андрея Мартелева. Усеяны за працовное досягнение отримали дипломы, каштовные подарунки и грошовые узнагороджения от районных уладов и мясцовые профсоюзные организации. Старшиня районного выконавчего комитета Александр Григоренко выказал подзяку працавникам и пожадал дальнейших поспехов. Комбайнеры Усовой Чаргу пообицаали до закончания уборочной намолотить еще не одну тысячу тонн. Ну вот намолотили больше тысячи тонн зерна, получили награды, подарки. Конечно, приятно. Спасибо большое всем. Мы работаем парой 8 лет. С 8 лет, 5 лет занимаем первые места, получаем подарки, награды. На работу приходим 6-8, уже можем в поле быть. Поздно приезжаем с работы. При этом мы ощущаем радость и гордость. За то, что мы убираем хлеб. Тым часом господарки Добружского и Лоевского районов выконали держзаказ по поставках сбожа нового ураджаю. По стане наша 4-я жнивня сельскохосподаршие предприемства Добружского района поставили свыше 11 тысяч тонн сбожа. Лоевского – больше, как полторы тысячи тонн. Это 102 и 112 процентов до плана ответна. Выники работы господаршего комплекса «Гомеля» за первые полгода 2016 года подвели сегодня на посяжение гарвы «Конкама». В целом, первые 6 месяцев для экономики областного центра прошли добро. С 5 основных метовых покажеков, доведенных на год, выконаны 4. Экспорт товаров и послуг, промыя замежные инвестиции, энергосбережение и процедкование громадян на знову створенные працовные местцы. А кроме того, выконаны задания по снижению запасов готовой продукции и створении предприемств. Больше за все их заявлялось в сфере гандлю. Усяго за этот год доручено створить 426 предприемств. И уже за первые полгода больше, как полового от годового задания выконана. Номинальная наличная среднемесячная заработная плата по городе за студень в червень выросла и склала 732 рубли. Узровень беспрацовья 0,9% при прогнозе 2%. С негативных тенденций означено то, что 57 субъектов господара не спрацовали со стратами. Однако до конца года ситуацию плануют выправить. Мы ставим себе амбициозные задачи по обеспечению максимального показателя и по поступлению в бюджет, и по сокращению убыточных организаций. Минимальная задача, которую мы ставим по концу года, это снижение количества убыточных как минимум до уровня 40 предприятий. В прошлом году было их 44. И бюджет на уровне прошлого года тоже, чтобы обеспечить и рост заработной платы в бюджетной сфере, и в целом выполнение всех наших обязательств. С 1-го вересня уступает усилу техрегламент Евразийского экономического союза об безпеце рыбы и рыбной продукции. У документе шмат важных моментов. Наприклад, какие речевые добавки заборонены у рыбе, как она должна заховаться и перевозиться, каким чином может быть выловлена. А еще кольки может утримливать льоду, бо у нас она частей и за все продается в замороженном выгляде. Зараз масса рыбы будет указываться на упаковке особенно от массы глазуры, для которой установлены конкретные допушальные лишбы. Так, по новым техрегламенте у замороженной рыбы лед повинен займать не больше за 5% массы. У продукции заочищенных ракоподобных 7% с неочищенных 14%. Правда, у полную силу документ пошли денежать не так худко, как вытворцы поспели адаптоваться до новых правилам, для их увяли пероходный период. Сегодня стали вядомые имены лепших водолазов и матросов выротовальников Гомельщины. На Новобелецком пляже прошел открытый особисто командный чемпионат Гомельской областной организации «Освод» по выротовальным шматборье. Уделу им приняли представники усих станций региона. Подробязности у Ганны Ковалевой. Выротовать манекен, проплысти 100 метровку, у ласток, передольвающие пирожкоды и вывести катер по тревозе. Тут все умовно, однако операционные будни выротовальникам доводится выполнять то же самое. Правда, отказывать уже за реальное человеческое життя. Как на практице сделать это навыдатно, нужно тренироваться. В деле этой меты и проходит чемпионат. Среди его удельников 75 представников усих 15 выротовальных станций Гомельщины. Дараче чемпионат проходит у 42 раз. Система отладженная. И у сёжного вяди не всё это есть. Особный конкурс для старших матросов выротовальников. Уникальность этих соревнований прежде всего в том, что это рядовые работники нашей организации. Каждый из них занимается своей профессией на спасательных станциях. Здесь приехали лучшие представители. Зачеты свои они сдали на спасательных станциях. И все в нормативы вложились. До прикладу норматив по заплыве на стомя троуце одна хвилина 10 секунд. Однако на справе в ротовальнике показывают значно лепший выник за самые дробные порушения штрафные санкции, макчима и дисквалификация. Так, у сего только доты до обмежевального бортика уже порушения. Дараче, головный претендент на перемогу был вядомый ясши до початку с поборництва. На протягу опошних 10-ти годов первое место никому не заступает Жлобинская команда. Дякую, чьей на республиканском этапе Гомельщина, звычайно, у троицы лидеров. Собрали мы команду хорошую. Все у нас водолазы, то есть профессионалы. В своем деле соревнования поднимают личный профессионализм, оттащивают мастерство. Мы тут боремся не ради того, чтобы показать кто-то сильнее, а чтобы свое мастерство оттащить и профессионализм. Як и чекалась чемпионам у командным залейку стала Жлобинская команда. У особистом першинстве перемогу отрымал сезонный матрос-выротовальник Речицкой выротовальной станции Микита Шарапов. Для меня это первое соревнование, поскольку я работаю первый год сезонным матросом-спасателем на Речицкой спасательной станции. И я знал, что борьба здесь будет нешуточная и придется приложить много усилий для победы, для завоевания медалей. Республиканский этап пройдет 24-25-го женивня на Барановицкой выротовальной станции Убрысской в области. Для удела будет сформирована сборная команда злику призеру областного этапа. Однако уже зараз можно сказать, что Гомельшина на годных позициях Украины. Все лето на воде выротовано 13 человек, за яких пятеро дети. Попереджено омаль 1900 несчастных выпадков. Дякуючи профилактице, лик утоплений у снижены больше на 30%. При этом ни на одном из официальных пляжей трагеды не допущено. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Максим Славин, Телерадо-компания «Гомель». В Рэшескем районе сегодня завершился пятый республиканский чемпионат Следующего комитета по стральбе. Уделу им приняли представники всех областей нашей краины. Про то, как проходили с поборницей и команды, какого из регионов, признана самой трапной. Репортаж Вероники Ворошилиной. Сконцентрованность, самоволодание и зоркая вока. Это бодайголовные, складающие поспехового выступления. Все лето чемпионат Следующего комитета по стральбе проходил у маляуничьим местом Рэшескем района. Это один из наибольшь обсталяванных для подобного рода споборництва в полигон. Чемпионат объединял восемь команд из всех областей нашей краины. Сюда приехали лепшие, злепших переможцы областных этапов. По регламенту споборництва у каждой команде по одной женщине. Я не так само володують выдатной огнявой подрыхтовкой. До того, что в профессийной сфере все ровные, а тому поблажек для представниц пригожей полого человечества продугледжена не было. Жанчины у дельницы за звание лепших змогались у не меньше складанных, чем мужчины заданиях. Например, им треба было за разворота прицелиться и зарабить серию строг трапных стрелов, уклавшись при этом усяго в восемь секунд. Самой зоркой в этом споборнице стала представница управления Следующего комитета по Витебской в области Виктория Филатова. И она призналась, что перемахчаю и допомогла внутренняя собранность и непередольная тяга до огневой подрыхтоки. Стрельба увлекала, потому что еще окончив Академию МВД в 2008 году, я все время занималась огневой подготовкой, мне это нравилось, и там я хорошо стреляла. Побывав на республике, даже посоревноваться, оказаться даже первой, это большого стоит. Чемпионат Следующего комитета включил шерох заданий по стрельбе с пистолетом Макарова и автомата Калашникова. Большая стрелла уробилась из-за длеглости у 25 метров. У некоторых выпробованиях еще столько ждавалось на разбежку до огневой мяжи. Одным из наибольшь ведущих испытов стала стрельба за автомата Калашникова. Стреллы робились за знаки у 100 метров, у позициях лежа с колена и стояча. У гэтым заданий, як и во всех остальных, уличывалась худкость, трапность и правильность его переодоления. У целом, чемпионат Следующего комитета у шероховый раз продемонстровал сурвезную огневую и физ под рыхтоку своих служачих. Владение стрелковым оружием это неотъемлемая часть, на мой взгляд, подготовки любого офицера, в том числе офицера Следственного комитета. Год от года уровень соревнований растет и это свидетельствует о том, что профессиональная подготовка, часть которой является огневая подготовка наших сотрудников, тоже возрастает. По выниках республиканских споборництва были вызначены переможцы, як у особистых заликах, так и огульнокомандным. На третьей преступции опынулась и команда Следующего комитета с Витебской в области, другое место у Центрального аппарата. Вселетним чемпионом стала команда с Могилевской в области, якая даже что год трапляя у лик призеров. Победа в трудной борьбе далась, потому что две недели практически тридеров. В таких условиях жарко, постоянно днем тренировались. Тут уже кровью нет, но потом точно добились этого успеха. Команда выступила вся стабильно, достойно. За счет выступления всего коллектива, всей команды и заняли данное первое место. Как отзначили организаторы чемпионата Следующего комитета по стрельбе, дух суперничества все лета был пособливым и насыщенным. Братьба, яка за все досумленной, а тому перемогу отримали с оправды наймоцнейшие команды. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» Зреческого района. Гэты и иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomel.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту познайомець Максим Савин. Продолжение следует...